привет мои дорогие как всегда снова влог и я опять только пришла из центра и снова вечером иду на прогулку что хотела сказать в прошлом видео сказала брошь которую не ношу и что вы думаете я сегодня ее надела вот вот видно по моему видно так теперь о растениях что же случилось с моими растениями когда они стояли на камине и конкретно с драценной смотрите но я ее оживила девчонки чуть не погиб мой цветочек вот это я сейчас не хочу брать сейчас покажу вот эта часть драцены которая стояла на камине в общем поставила я дра цену эту на камин там большая часть стоит уже на окошке и вот она у меня стояла на камине мне это так все это нравилось камин весь в зелени и вдруг я увидела что драцена то моя пожелтела и даже вот вот такой какой-то маленький кусочек вообще отвалился желтый я его выбросила а это была желтенькая уже вот большей частью я как увидела думаю боже сейчас я сделаю кофе я нагрела уже в микроволновке я вот так делаю до бурления нагрела и сейчас сделаю кофе и продолжу вам рассказывать про драцену так вот мой сахар из моей красивой любимой баночки баночка сюда размешала в бурлящий кипяток засыпала и размешала так я делаю кофе иногда его довожу снова до кипения но сейчас мне больше нравится не доводить не доводить до кипения так ну тут чё там уже а и чашечка у нас будет вот такая пойдемте к цветку а потом продолжу про цветок о какой вкусный кофе о так слушайте я конечно садовник просто на троечку я это знаю но я его спасла этот цветочек посмотрите видите он у меня уже позеленел он же был совершенно желтый вообще вот здесь вот вообще я я была в шоке значит и вот к счастью у меня был в остатке грунт и запасной горшочек вот этот я не выбрасываю горшочки да у меня гибли цветы и горшочки я сохраняю вот но вот уже нету никаких горшочков а вот этот вот остался я знала что у меня есть я быстренько вот эту часть отвалившуюся часть часть отвалившейся части пришлось выбросить потому что она погибла а эту я видела что можно еще спасти и быстренько посадила ее в этот горшочек и вы знаете в котором часу это было это было уже где-то в час ночи я вот сидела за компьютером потом что-то подошла к камину уже спать собиралась и тут я увидела вот это вот что случилось с растением и я быстренько начала его реанимировать ну как видите все получилось и сейчас я вам покажу я бы так назвала материнское растение поставил на подоконник так чтобы вместе с вами подойти к подоконнику да за навесочку и вот оно вот вот откуда то растение пришло в тот горшочек видите там еще есть желтизна а ну просто здесь тоже уже восстановилась а то было прям совершенно бледно-желтая даже кстати камера немножко светлее показывает чем на самом деле есть растение на самом деле растение более темное а вот в общем спасла я свои растения остальные тоже переставила сюда думаю не буду я испытывать судьбу поскольку я я люблю растения я люблю свой сад огород с подоконником так по кофейку друзья по кофейку ну а что сказать относительно камина ну девочки я же хочу чтобы на нем были растения да но если там растения не могут быть вот 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 настоящие то здесь они не настоящие но такие приятные классные хочу камин в зелени все вот вот хочу камин в зеленых растениях вот он у меня в зеленых растениях так сегодня у нас вот так и достала мариночки ну салфеточку которую кстати я ни разу это я прикатила этот столик чтобы присесть и поболтать еще с вами я ни разу в общем то ее не выставляла это мариша сначала салфеточки такие вязала у меня розовая такая салфеточка есть и такая рябая в желтых тонах так вот сейчас мне эта салфеточка видите подходит вот под все под настроение такое бирюзовое бирюзовое зеленовато бирюзовое настроение летнее поскольку все-таки у нас жара хоть чуть-чуть нам ну дождик немножечко нас по кофейку дождик нас немножечко радует периодически вот ну вот с удовольствием выставила эту салфеточку и она меня радует а видите даже чашечка такая вот тянет на этот цвет причем я же не я специально не подбирала я как это интуитивно вот куда потянулась рука какой чашечки потянулась вот ту и выставила что-то еще я хотела вам сказать девчонки а я вам хотела показать еще еще сделаю девочки рекламу еще разочек маришкиным игрушкам это подарки это то что она мне дарила это она сама вяжет вывязывает сейчас она уже делает авторские работы то она еще по схемкам работала сейчас она сама уже там усовершенствует в общем вообще такая рукодельница вот это она вяжет вот такие шикарные игрушечки вот заяц у нее сейчас дом это она мне дарила а еще раз повторю да собака я ее вот на подставочку поставила чтобы она не падала это она мне дарила котик вот они такие плотненькие и я иногда их ставлю на стол и брызгаю любимыми духами и они мне пахнут по кофейку друзья так вот у нее сейчас целая коллекция там причем она же вяжет их на продажу так что девочки списывайтесь с ней кому это нравится она уже отправляла девочки но и аж в турцию чем она осталась довольна как это и девочка и маринка обе остались очень довольны это было еще по моему феврале месяце вот так что даже за границу она отправляет эти игрушечки свои и сейчас у нее там какая-то радужная коллекция то ли уже готова то ли скоро будет готова шикарная шикарная вот она вяжет это с огромным удовольствием и конечно приятно когда потом это все заказывают так что девочки делаю маришке рекламу кто любит такие игрушечки и тем более от маришки заказывайте есть списывайте с ней заказывайте она будет очень рада потому что всегда приятно когда ты понимаешь что твой труд еще и приносит кому-то радость кроме тебя так сделала я рекламку своей любимой доте вот и по кофейку опять мои хорошие давайте ну и чем я последнее время увлекаюсь вы уже видите да да я вернулась так сказать к увлечениям своей юности тогда конечно я уже говорила кто меня давно смотрит не было у нас во всяком случае не было карт таро я о них даже не слышала я гадала на самых обыкновенных картах себе девчонкам делала расклады я как это гадала как сумасшедшая это было мое такое жуткое увлечение вы себе представить не можете и что характерно девочкам очень нравилось и просили меня и я им гадала по кофейку вот если бы девочки если тогда еще такие таро были я просто не знаю тогда это знаете во времена моей юности и обыкновенно это карты как-то редко появлялись в продаже но девочки не ругайте то время оно было прекрасно а знаете в каждом времени девочки есть что-то прекрасное и что-то не очень это каждое время как и каждый человек состоит из плюсов и минусов поэтому если был какой-то дефицит это не самое плохое было было и очень много плюсов там бесплатная медицина бесплатное обучение более того там вам еще и платили за то что вы учитесь там стипендию и так далее ну в общем речь не об этом речь о о картах да с трудом можно было купить карты самые обыкновенные игральные которые я превращала конечно же в гадальные а вот но когда я узнала о картах 2 это сравнительно недавно это уже в новом веке вот в этом да я очень рада этому и вот значит вот этими я пользуюсь сейчас активно делаю расклады и чтобы было вот это видите как я просто сижу поэтому немножко под таким углом вот такая коробочка очень удобная здесь карты колода целая лежит я вам уже показывала ой еще одна там осталась на дне в общем здесь колода лежит а сверху бумажечки нарезанные да мои бумажечки подсказочки вот чтобы я не забывала где у меня чего где чуя там основные какие-то моменты а то я вот совет карт например здоровье и это и чем дело кончится потом у меня вот здесь это мои подсказочки семья любовь личная жизнь потом где-то у меня тут еще есть финансы бизнес в общем вот в общем вот это все подсказочки вот вот тут вот еще что будет мои подсказки всячески и вот пустые тоже можно как это можно написать свой вопрос и на него сделать расклад это я так уже совершенствуюсь в этом плане ну это мое личное так сказать уже не изобретение а просто чисто для себя лайфхак лайфхак скажем так по кофейку девчонки а вот эту книжи сюда я ее вот всю вот так вот чтобы легко было находить все же не ну и все же не запомнишь я же не профессионал я же любитель да и тем более что сто лет я не трогала эти карты и более того вы знаете каждая колода примерно трактуется одинаково но все-таки немножко по-разному вот эта колода мне больше всего нравится здесь такие знаете ли немножко мультяшные да такие мультяшные картиночки мультяшные красочные и совершенно не зловещие есть карты такие знаете с такими зловещими картинками а здесь такие очень приятные позитивные и я больше всего люблю эту колоду я вам говорила что у меня много колод, ну, сколько я не помню, ну, я не знаю, штук пять, наверное, может быть, шесть. Вот. И вот, например, мне легко здесь, видите, ориентироваться. Это у меня старшие арканы здесь, вот, сбоку. Вот. Здесь у меня старшие арканы. А там у меня поверху идут уже младшие арканы. Вот. И мне легко находить, чтобы понять, что происходит. Ну, хотя смотришь на картинку, но, тем не менее, все равно ты должен как-то еще посоветоваться с книжицей, что они пишут, как они это видят. И появилось еще, еще одно, так сказать, открытие у меня. Лежала вот эта вот тоже упаковка тоже тут карты. И вот оно называется «Как привлечь богатство и счастье». Я еще только открыла это. Мне здесь, знаете, что интересно? Тут дело не в богатстве, а тут, в общем, интересно, там что-то можно покупать. В общем, луна там в Овне, луна в Тельце, луна еще в чем-то. Я дошла до луны в Ольве. Вот. Ну, в общем-то, мне интересно, я читаю, что можно в это время. Не то, что можно, можно все. Что желательно приобретать, что нежелательно, с кем дружить, с кем не дружить. Ну, в плане, в плане том, что если там ты в это время подружишься, эта дружба продлится недолго там. Ну, и так далее. Да, или что-то приобретать. Вот приобретешь, вот, например, в Тельце недвижимость, это хорошее приобретение, потому что Телец, он такой стабильный. Это когда луна в Тельце. Ну, когда луна в Тельце, когда она в этих всех знаках Зодиака, я еще не знаю. Я думаю, что это не соответствует месяцу, потому что лунные месяцы, они же по-другому как-то трактуются. И, в общем, я пока что начала читать, только вот, видите, дошла, вот, луна во Льве. Вот, до сих пор я дошла. Вот у меня магнитная закладочка, кстати, классная закладочка. На магнитике. Вот, она прям прищипывается сама к себе. Вот, в общем, это изучаю новую колоду. Видите, как я увлеклась. Вот. А, а вот эту вот салфеточку Марихе отнесу, она ей нравится, тем более Маришка любитель чая. Я ее, я ее буквально купила на днях и так положила, чтобы смотреть на нее, буквально вот вчера положила, да. Вот, а сегодня я ей отнесу ее. Так, ну, вот такой вот у меня, вот такая у меня сегодня утренняя болтология. Девочки, мальчики, по кофейку, боже. так, все. Так, Все, на сегодня все, смотрите дальше. Еще вы просили, девочки, понравилась вам идея насчет шкатулочки, и я ее вам покажу. вот, вот примерно, вот примерно такое у меня утро. Хотя, утром это уже трудно назвать, вы поняли, время уже полдвенадцатого, но сегодня я отоспалась, в общем-то, за несколько дней, потому что вчера я вообще три часа спала, легла в два часа, ну, получается, позавчера я легла в два часа ночи спать, проснулась, как водится, в шесть утра, а сегодня я решила поспать подольше, и, в общем-то, проснулась, во сколько? В девять тридцать, в девять тридцать я проснулась, потому что мы вчера опять с приятельницей сидели почти до двенадцати ночи в кафешечке, на этом, на открытом воздухе, в кафе, там, опять же, у нас на бульваре воздух чудесный, и мы сидели почти до двенадцати ночи, вот такие полуношницы, но сегодня я отоспалась, и за сегодня, и за вчера, и даже за позавчерашний день, потому что я вчера вообще целый день ходила, как, вот никак не могу выговорить это слово, сомнамбула, целый день ходила, полусонная, вот, к вечеру, правда, взбодрилась уже, так, ладно, все, друзья, давайте еще разок по кофейку, а то я уже сказала все, все, и уже в двадцать пятый раз все, давайте по кофеечку, и смотрите дальше, что-то еще я прикреплю к этому видео, вы знаете, у меня ж мало не бывает, да, девчонки, совсем забыла, я же вам жаловалась на кашель, да, который у меня появился в результате увлечения моим маленьким другом вентилятором, и что вы думаете, я же собралась так четко пойти к врачу, так сказать, не запускать, как начала я вчера звонить в регистратуру, а там все занято и занято, девочки, и час прошел занято, и через два часа прошел, это самое, начала звонить, тоже занято, короче, занято, занято, в общем, я подумала, ладно, запишусь завтра, то бишь сегодня, но, девочки, у меня еще вчера вечером кашель уже прошел, так что, как это, все разрешилось само собой, так что такое, и я вам так, ку-ку, привет-привет, и заросли, ходили с детьми на почту, Настюша заказала себе мелки, по интернету, мелки для окраски прядей волос, и ей уже они пришли, и вот на почте я сняла своих девочек, посмотрите, мы на почте, А мы сейчас на почте, с Мариной и с Настей, Настя себе мелки заказала, Настя будет волосы мелками красить, все, и убежала, а теперь мы, ну все, идем, все, а мы сейчас пойдем на прогулочку, а вот и Настя, та Настя, что-то я не поняла, вообще, вот теперь нормально, Настюша, сделай ручкой и пойдем, Девочки, а теперь видео о шкатулочке, о шкатулочке с гранатами, вы одобрили это, хотелось бы, чтоб вам это видео понравилось, если оно таки вам понравилось, ставьте лайки, и, как говорится, дайте мне об этом знать, пишите комментарии, я люблю общаться, я всегда... пишите, будем обмениваться мнениями, мои дорогие, пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok